Сегодня мы хотим поговорить о одном из самых важных, самых интересных испытаний в нашей жизни. Это хойвас и штандлус. Это наша обязанность стараться принимать усилия в нашем, в этом мире, чтобы добиться, чтобы было проноса, чтобы был достаток в доме, был заработок. Где граница, где граница тому, сколько усилий мне нужно к этому приложить. И когда это называется уже, что я слишком много стараюсь, у меня не хватает бетахон, у меня нет уверенности, моя иммунание настолько сильна, моя вера, уверенность в том, что Ашем мне даст все, что мне полагается, и я слишком много прилагаю для этого стараний. Вот это испытание, где найти этот баланс и какие критерии мы можем использовать для того, чтобы понять, сколько от нас ожидается в этом мире, и насколько человек может просто сказать, что все, что мне нужно, Ашем даст для меня. Интересно, что когда в хазал используется термин иштадлут, вот это вот усилие, старание, чтобы добиться чего-то в этом мире, обычно говорится о заработке, то это называется ховат иштадлут, хойвас иштадлус. Это обязанность заниматься этим работой, заниматься каким-то бизнесом, заниматься каким-то, принимать какие-то усилия, чтобы действительно добиться заработка в этом мире. Почему это называется ховат, обязанность? Люди очень часто относятся к этому как проклятие, скажут, что Адам и Решон, Адам и Хава, первый человек находился в Ганейден, находиться в раю. У него все было, не нужно было никаких стараний, весь мир был сделан для того, чтобы наслаждаться, чтобы исполнять волю Творца. И только после того, как в первой прогрешности, после того, как был Адам и Хава, их изгоняют из рая, из Ганейден, только тогда начинается вот это вот проклятие, оно входит в силу, что нужно действительно прилагать так много усилий, чтобы у человека был какой-то достаток. Сегодня мы откроем совершенно новую перспективу на это, и которая поможет нам понять, как это работает. Можно было бы сказать, что это уже старая махлайка, старый спор, диспут между Рабишмойл и Рабишин Барьюхай. Рабишмойл в Брахот Ламет Хемет Бейс, 35 Б, он считает, что так как сказано в Асавте Даганеха, что тебе нужно собирать свой урожай, пшеницу каждый год, это часть нашей работы, часть, так как мы получаем этот наш достаток. С другой стороны сказано, Лайомыш Тори Дмапиха, тебе нужно отлучаться от Торы, как же это можно сопоставлять вместе. Рабишмойл говорит, что да, действительно нужно найти время и для этого, и для этого. Тори Дмапиха. Наш Тори Дмапиха отвечает, Хас Вашал, ни в коем случае, если люди будут заниматься урожаем в свое время, потом нужно будет сажать, потом нужно будет забирать урожай, постоянно будут новые и новые какие-то задачи, чтобы в этом материальном мире как-то преуспеть, что будет с Торой. Поэтому вообще Барьюхай считает, что нет, человек может все оставить и заниматься только Торой, а все остальное как-то все устроится. Дмапиха приводит итог этому спору, что Многие вели себя как Рабишмойл, и у них это получилось. Многие, те, кто пытались идти по пути Рабишмойл, и у них это не получилось. И Рова, он говорил Рабонан, идите во времена урожая, времена, когда нужно сажать, идите. Он выгонял их из Ешивы, чтобы они занимались этим, чтобы потом они смогли вернуться, у них было много времени, потому что они уже позаботились о том, чтобы в их семьях было что кушать. Говорится, что, видно, это не для всех, можно было бы сказать, что, действительно, Рабишмойл тоже прав, но это не для всех. Есть люди, которые находятся на очень высоком уровне, и они действительно могут так жить. Но большинство людей, они должны идти по пути Рабишмойл, нужно найти время и для этого, и для этого. Тогда как на это смотреть? Как на это смотреть, вот это хойвас и штатвус, вот эта обязанность, обязательство стараться и достигать вот этот заработок в этом мире? Рабояр, он поделился, что много-много лет назад, около 20 лет назад, один очень-очень богатый человек из Америки, он переехал в Израиль, и он часть своего бизнеса, это был мультимультимиллионер, он перенес из Америки сюда, и у него были разные вопросы, как лучше всего устроить дальше и развить его дела. И так получилось, что Рабояр, он его провожал вместе, попросил, чтобы он его отвел к одному из самых больших раввинов этого поколения. И он хотел посоветоваться с ним, как точно, как вести свои дела. И Рабояр сказал, что он всю дорогу, он был полностью уверен, что этот годлагодар, этот главпоколение, который весь день он проводит истории, он учится, он молитвы и так далее, он помогает людям, что он, когда он примет этого миллионера, он выслушает его, я не знаю до конца или нет, и отправит его домой. Как бы, что у него уже миллионы, 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 он может уже наслаждаться ими, он может сидеть учиться. Что, о чем, зачем занимать время, эти драгоценные минуты этого праведника, чтобы говорить о таких банальных вещах, которые совершенно, это же, это же, уже он, как бы, заработал достаточно для себя, для его детей, внуков, правнуков и так далее, и так далее. Зачем сейчас думать и стараться как-то решать, как лучше всего вести свои дела? Он может спокойно уйти на пенсию и на этом наслаждаться тем, что он заработал до этого. И когда они приехали, он был в шоке, что вот этот вот огромный праведник, да, этот гигантский человек, этот Голл Гадор, главпоколение, он выслушал этого бизнесмена, и он очень, он полностью всеми своими силами, всем своим разумом начал стараться понять каждую деталь и советуют ему насчет, как вести дела, как лучше всего это развивать дальше, больше, лучше. И он был в шоке, он не понял, зачем, как, как, ну, уже, уже, что в этом смысл, где смысл того, что этот человек уже, в материальном мире он достиг уже так много, зачем сейчас стараться бежать и стараться, чтобы у него было больше и больше. Десятки лет, можно сказать так, около 20 лет он сказал, что ему занимало этот вопрос, и сегодня мы постараемся дать на это ответ. В Иштадлус, да, люди думают, что работа, когда я работаю, это значит, что я этим получаю сосуд, чтобы у меня был заработок, чтобы, когда я принимаю какие-то усилия, какой-то у меня есть какой-то бизнес, у меня есть магазин, этим я делаю то, что теперь у меня будет какой-то канал, чтобы получить этот заработок. И тут у меня начинается дилемма. Если я делаю слишком много, тогда я думаю, если Ашем хочет мне дать больше, он даст мне. Есть много-много разных каналов, разных путей, как Ашем может сделать меня богаче. Если он этого не хочет, то все это не поможет. Если он хочет делать мне больше рекламы или как-то расширять мой бизнес и так далее, если Ашем хочет, чтобы я разбогател, тогда, безусловно, может это сделать, даже когда я буду сидеть у себя дома и не принимать каких-то усилий. А если он это не хочет, то это все будет потеря временной. И тут находится вот эта ошибка в нашей перспективе, как мы на это смотрим, на нашем взгляде на это. На самом деле цель Иштадлус, цель этих усилий, которые я предпринимаю в этом мире, это нет для того, чтобы получить, потому что я должен что-то заработать. Это чтобы дать, не взять, а дать. Дать Акудышборуху, Творцу, путь, вот этот канал, чтобы он мне мог помочь в том, что я должен делать в этом мире. У меня есть какая-то функция, какая-то роль здесь, и чтобы Ашем дал мне все эти возможности, всю эту финансовую поддержку и все, что мне надо, чтобы в этом мире помочь моей семье, помочь другим людям, как-то преуспеть, чтобы добиться в этом мире того, что от меня ожидается. Ашем хочет мне это дать, как говорится, тну ойз ля лаким. Сказано, что мы в каком-то смысле даем силу Творцу. Когда мы даем, когда мы делаем правильные шаги, правильные усилия, тогда вот эти вот старания, тогда Ашем для него, как будто бы открывается возможность дать нам то, что он хочет нам дать. Это номер один. Это не то, что мы стараемся что-то получить, мы стараемся что-то дать. Дать Творцу вот этот вот шанс, канал, как дать нам то, что нам полагается, чтобы достичь нашу цель в этом мире. Это номер один. Номер два. В этом мире есть, называется такой концепт, концепция, как тикун холям. Мы должны привести этот мир к совершенству. И чтобы он функционировал, значит, например, в этом нашем районе должен быть магазин, где можно купить хлеб, молоко, все, что нужно каждой семье, каждое утро. Другими словами, кто-то этим должен заниматься. И тот, кто этим занимается, этот человек, который занимается этим магазинчиком, он делает огромнейший хэсэд, огромнейшую доброту для всего окружения. Он приходит туда каждое утро, раньше, чем 6 часов, он все раскладывает, он получает все продукты, он следит, чтобы они были испорчены, и так далее, и так далее. И тогда вся эта наш район, он наслаждается этим, он получает вот та вдова, которая одинокая, она теперь может пойти туда. Ашем хочет, чтобы у нее было молоко, он хочет, чтобы у нее было хлеб, чтобы у нее была вода, чтобы они были все, что ей нужно, чтобы она могла утром купить этот йогурт, который ей понравится. Он хочет ее обрадовать чем-то. Как это происходит через вот этого человека, который рано утром встает и открывает свой магазинчик. Этим он дает Творцу, Кавиохал, на возможность дать всему этому населению, всему окружению то, что им нужно, то, что он хочет им дать. Значит, с одной стороны, это человек сам получает то, что Ашем хочет ему дать. С другой стороны, он вокруг, он это, это целая цепная реакция, которая вокруг него, все общество, оно функционирует в том направлении и в том виде, как Ашем этого хочет. Если каждый скажет, нет, я не занимаюсь магазином, я не занимаюсь, я не врач, я не то, и все эти профессии, которые нужны для того, чтобы общество функционировало, тогда это тикун о лям, это совершенство этого мира, которое должно сейчас, в нашем моменте происходить, это не получится. Тогда, если мы видим, что есть в этом какой-то шлихут, есть какая-то миссия, которую я исполняю теми усилиями, которые я принимаю в этом мире, тогда уже сам вопрос, делаю я достаточно, или наоборот, я делаю слишком много, он уже выходит в совершенно другом свете. Есть люди, как мы сказали, которые находятся на уровне Ашем Барьюхай, они действительно могут быть полностью, их снабжают с небес, они не должны принимать какие-то усилия, как рассказывает Большемтов, который считал, что ему нужно делать Иштадлут, и когда у него не было совершенно никаких средств, он пошел, постучал у двери и ушел. Когда его потом поймали, спросили, что он делает, он говорит, что надо сделать усилие. Для меня усилие – это постучать в дверь, ждать, пока откроют, и спросить, что у меня, это уже слишком много для меня усилий. Окей, это Большемтов, это не думаю, что кто-то из нас может, это ему поможет, как себя вести. И когда человек начинает смотреть на это через эти, в этом свете, тогда он понимает, что если Ашему дает возможность, что я сам даю возможность Творцу дать то, что мне полагается, тогда также, если открывается магазин, и человек весь день, он постоянно сидит и думает, как же я смогу получить мою зарплату, как же я, там конкуренция, у них лучше продукты, там подешевле, вот уже люди пошли туда и так далее. Он постоянно переживает и нервничает, что ему, как ему все-таки справиться с этим бизнесом, тогда в это место, оно не получается, как место, где Шеглирут, как посольство Творца. Этот магазин на самом деле, он должен быть, как посольство того человека, который делает для Ашема то, что он хочет достичь в этом мире. Он сам получает от того, что ему полагается, и он же понимает, что он получит точно столько, сколько ему полагается, только ему нужно делать какие-то усилия. Если человек говорит, что окей, и у многих, у многих были со своими раввинами целые диспуты, насколько ему много усилий нужно предпринимать в этом направлении, мы скоро услышим это. Человек не может сказать, что если Ашем захочет мне это дать, он это даст. У него есть много путей это дать. Ответ на это, когда ты находишься в пути, ты делаешь свои усилия, тогда действительно, ты идешь сюда, Ашем может быть тебе даст это там. Ты пошел туда, Ашем тебе принес это оттуда. Но ты в пути. Тогда у Ашема есть много путей это тебе дать. Но если ты сидишь дома и ждешь пока, ты не в пути, ты не сделаешь эти вот первые усилия, как мы сказали, Хойват и Штадлут, вот это есть какое-то определенное обязательство этому, тогда ты не можешь ждать, что тебе это принесут на блюдце, потому что, если ты не находишься на уровне Рапшембар Юхай, тогда нужно верить, что все твои усилия, все мои усилия, они действительно не то, что приводит к тебе цели, но это то, что Ашем хочет, чтобы я сделал, чтобы потом он мне мог дать то, что мне полагается. Мы видим это, как известный пример, были несколько царей Израиля, Аса, Ишофот, Хиски, Додамелах. Каждый из них вел себя по-другому. Когда была кризисная ситуация, была война, была угроза, один из них, он сделал какие-то минимальные усилия, у него какая-то была минимальная армия, другой, он просто не, 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 ну, пошел, он молился очень, очень долго, и потом действительно пришло какое-то избавление. Третий, он, Хиски, он просто пошел спать, он говорит, когда была осада, он говорит, он просто идет спать. И действительно, тогда пришло избавление. Сказано, Додамелах, он шел на войну со всей своей армией, он сам боролся, он сам участвовал во всех боях и во всех победах. И кто выше его уровня? Мы ему сказали, что, наверное, Хиски, Хиски, он просто верил в Творца, он отправился спать спокойно, он говорит, что он уже ашем, все, 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 что нужно, он сделает. А Додамелах, он принимал такие огромные усилия, шел на войну и ответ наоборот, что Хиски, он понимал, что если он принимает какие-то усилия, он даже не молился, он говорит, что если это будет, я почувствую, что это мой битахон, что это моя уверенность, мой понятный Творца, это то, что принесло эту победу. Это у него будет какое-то эго, здесь какое-то чувство, что это действительно его заслуга. Довида Мелах, царь Давид, он находился на таком высоком уровне, что он мог сам идти на битвы, участвовать, он сказал, что был, ну, невозможно было остановить, сколько против Филистин, сколько он вел войну в свою не такую долгую жизнь, но он постоянно понимал, что это не он. Он был на таком уровне, он мог себе это позволить, потому что он знал, что это все от Ашема. И все его усилия, они только потому, что Ховас и Штарлус нужно принимать какие-то усилия, но он никогда это не прицаривал, он никогда это не считал, что это его заслуга, поэтому он мог себе это позволить. Ховас и считал, что он не может себе это позволить. Поэтому тоже здесь человек должен понимать, что когда он принимает эти усилия, все эти старания, это, конечно же, не то, что когда у него что-то получается, он говорит, а, это моя потрясающая идея была, это моя оригинальность, моя креативность, мои связи и так далее. Нет, тебе нужно действительно принимать усилия, нужно, если тебе какого-то нужно устроить куда-то, в школу, получить какую-то сделку, тебе нужно свои связи, использовать, но не говори потом, о, видишь, вот я же сказал, вот он мне помог, я же сказал, что вот это сработало. Нет, тогда ты провалился, тогда это все было зря. Если ты говоришь, о, видишь, все-таки, вот это то, что Ашем хотел для меня, чтобы я предпринял, я сделал, и это тот канал, который сработал, чтобы Ашем дал мне то благословение, которое меня ждало, тогда действительно это он использовал, вот этот Ховис и Штадлес, свою обязанность, старание, усилие в правильном направлении. Мы видим, что множество цадики, множество правильников были у Авраама, Ицак, Якова, у него много было скота, было много рабов, рабынь и богатства, и это все использовалось с максимальной пользой, и они как бы ухаживали за этим, они смотрели, чтобы все ходилось Якова в вину, он даже возвращался, когда у него что-то осталось на том берегу, он остался в опасность. Каждая вещь, которую они получили от Творца, они считали, что это используется в каком-то направлении. Сказано, что когда Якову вину он отдал все свое богатство, которое он получил от Лавана и так далее, то приводится, что он отдал это Исаву, чтобы получить свою, выкупить у него часть в Хевроне, в могиле про отцов и про матерей, то он переживал об этом, когда ему нужно было отдать все свои огромнейшее количество скота, то все эти животные, Аризл объясняет, потому что он считал, что во всех этих, в каждом из них животных были души, которые во время всей истории нашей, они упали, и они именно в этих, находились в этих животных, и он делал какой-то цикун, какое-то исправление для них, и поэтому, когда они от него уходили, то у него он испытывал горе, он испытывал, он расстроился об этом. Мы видим, что все, что здесь, в этом мире, дается, это дается в каком-то функции, какая-то роль, и когда наши усилия, они делают себе для того, чтобы получить то, что использовать в этом мире для своей цели. Видим, очень острый пример этому в Нават Израили рассказывается в Малахим про во времена Ахав и Изевль, один из самых ужасных царей, который еврейский народ когда-то имел, это Ахав и его жена Изевль, они истребили почти всех пророков, всех Хохамим, всех мудрецов, он пытался также убить Иляанови, пророк Иляу, они гонялись за ним. В то время был один человек Нават Израилии и он, у него был очень красивый виноградник Поля, Изевль, королева, царица она, и он очень понравился, извиняюсь, точнее, Ахаву, царю, он очень понравился и Изевль уже устроила так, чтобы пришли жилосвидетели, они сказали, что Нават хозяин сделал какие-то страшные вещи, его казнили и все забрали в казну царю. Почему случилось это с ним? Говорится, в хазалах говорят, что в Нават Израиле был очень красивый голос и каждый раз он ходил на Шелши Галим на три главных праздника на Песах, Шивот и Сукот он ходил в Бетамикдаш, в храм и там он пел и это давало огромнейший этру, такой большой энтузиазм и вдохновение для всего еврейского народа. И один раз он решил, что нет, он лучше останется, он не пойдет, у него есть другие дела и так как он лишил этого, у него был какой-то талант, который Ашем ему дал и он больше не хотел им воспользоваться, то этим он потерял скуд на Хаим, он потерял свою заслугу на жизнь и он уходит из этого мира. Другими словами, если человек думает, что у него есть какой-то бизнес, допустим, или у него есть какая-то работа, какая-то карьера и он считает, что все, что Ашем ему даст, он ему даст и он не использует свой талант, свои идеи, свой потенциал для большего, то это неправильно. Если у человека действительно он уже идет в какое-то направление, это ответ на наш вопрос, что этот миллионер, этот мультимиллионер, который пришел, Ашем использует его как канал для множества-множества людей, он дает огромнейшие суммы для благотворительности, а множество семей работают на него и они зависят от его успеха и это действительно его миссия в этом мире и для него сказать, что нет, все, ладно, хватит, достаточно, возможно, это будет неправильно. В некоторых случаях, если это занимает от его торы, занимает от его молитвы, от его времени с семьей, и так далее, и так далее, эти факторы, они показывают, что это слишком много, это не то, что Ашем от тебя хочет, но если у него есть вот этот потенциал, тогда не расширит свой производство, не расширит свой магазин, и так далее, это будет неправильно, потому что ты, у тебя есть эта возможность, этот потенциал, и тогда от тебя ожидается, что ты этим будешь преуспевать в этом мире. я недавно задумался о том, что у человека есть карьера, и он преуспевает в каком-то месте, и его, у него есть повышение, там он также показывает очень хорошие стороны, ему дают еще раз повышение, с каждым повышением у него расширяется его деятельность, его влияние, его ответственность, его функции, и действительно у него постоянно все больше и больше ответственности, и это, когда это увеличивается в каком-то момент, он получает следующее повышение, но там ему уже не хватает, ему не хватает себя на все эти роли, которые ему дают, и все ответственности, которая на нем лежит. И здесь, в нашем мире, по-моему, это очень часто бывает, что этот человек, он ломается, он там задыхается, и его гордость не дает ему сказать, что нет, это слишком много для меня, я хочу вернуться на ступень ниже, нет. Карьера говорит, что только можно идти наверх, 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 до пенсии, где уже человек уже не может больше, но никогда не спускаться вниз. И здесь лежит вот эта вот обрештанность, вот эта вот слишком большой иштанность, слишком много стараний, что человек действительно берет на себя что-то, что потом забирает его здоровье, его семья, его время, его тора, его рост духовный, потому что он берет на себя слишком много, это точно не то, что Ашем хочет от нас. В Ревмой Шибая сам, он поделился очень интересно, что в какой-то момент он учился в Койлиль и его финансовая ситуация была просто ужасна. Не хватало, семья росла, росла, не было места в квартире и не хватало на простые вещи. и он придумал, так как многие семьи этим занимаются, такая называется михера, заказываются какие-то товары, какие-то, может быть, это будет одежда или какие-то вещи, которые популярны в этой шхуне, в этом районе и делается реклама и все приходят к нему домой и там все продается по дешевым ценам, не нужно платить за аренду, за продавцов и так далее, и так далее. Этим есть большая экономия на расходы и можно действительно как-то этим заработать. Если это делать регулярно, тогда это был бы еще один доход, который мог бы спасти его семью от финансового краха. И с этой идеей он обратился к своему Раву и Рав сказал ему, что нет, уже все было готово, действительно, он уже все, он просто хотел его согласия. И вдруг он говорит, нет, это не для тебя, твой потенциал это в хинух, в воспитании. И тот говорит, хорошо, и что, как мне себя проявить, я учусь в Койле, учусь там, как бы, как я могу начать что-то искать без каких-то особых опыта и что. Он говорит, сделай объявление в газете. Газете объявление, какое объявление? Он говорит, да, напиши вот там вот, что вот мне сказал такой-то, такой-то Рав, что у меня есть возможность помогать молодежи, если у меня какие-то есть проблемы, и как-то им помочь. Объявление в газете, кому это нуждается, вот, ты готов им помочь, и это будет твой, ты используешь твой потенциал, и также это будет твой заработок, который поможет твоей семье. Мой, я был в шоке, но, окей, Рав сказал, они аннулировали всю эту, всю свою идею, и действительно он обратился в газете. В газете сказали, это было 20 лет назад, таких объявлений вообще не было никогда еще, и тот ответственный, он как-то сжалился на это, он ему помог это сформулировать, и как-то куда-то ее там поставили, это объявление, ну, хорошо, вышла эта газета, может быть, она ждет, сколько, как вы думаете, сколько человек позвонили ему? Один человек. Один человек обратился к нему, и хотя он хотел, ну, как бы, его цель была получить какую-то должность, в какой-то ишиве, в каком-то заведении, то этот человек говорит, что нет, у него нет какой-то ишиве, никакого, у него сын, у него есть проблемы с сыном, окей, ну, хорошо, можно помочь, если я могу, чем помочь, он своим своим поможет, и действительно он с ним встречался, занимался, и говорил, и это ему очень помогло, больше никто не позвонил, на этом это кончилось, но этот человек рассказал кому-то другому, третьему, четвертому, и потом позвонили за ишивы, и действительно, Машфер берут ишиву, и так начинается его карьера, где он помогает тысячам, тысячам людей, которых с разнейшими какими-то проблемами, с какими-то испытаниями. здесь это типичный такой пример, что он сделал иштадлут, он сделал свой какой-то шаг вперед, это с одной как-то выглядело, что это вообще не помогло, позвонил какой-то человек с какой-то проблемой для его сына, и потом на самом деле вот это ишуа, это избавление пришло из третьей стороны, в так мы видим, что наши усилия, они это как показатель, что если у меня правильный к ним подход, что я говорю, что это усилие, потому что Ашем хочет, чтобы я это делал не из-за моей какой-то нервозности, жадности и так далее, и так далее, тогда это в этом это приводит к благословению. В Ишиве, в Лондоне после войны у Равмоши Шнайдер была очень тяжелая финансовая ситуация, и он сказал, что все ребята должны пойти собирать деньги для Ишивы, и один из его учеников Ремоши Штернбух Шлита, это главный раф Эйда Харейдис в Иерусалайм, один из главных экологических авторитетов этого поколения, он сказал, что это, он не может ходить собирать деньги, это не для него, он говорит, не важно, все должны идти собирать, окей, весь день он ходит, этот молодой парень, который как бы вообще из Ишивы не выходит никогда, и он в конце дня он собрал два фунта, два фунта стерлингов, очень-очень маленькая сумма, и он принес второй шишивы, говорит, вот все, что я собрал, еще говорит, берет, и говорит, спасибо, на следующий день он его зовет, и говорит, Майша, Майша, смотри, он приходит в его офис, у него весь стол, такая была огромнейшая гора купюр, он говорит, что вот это все из-за тебя, то, что ты старался, и ты думал, ты собрал там только пару копеек, на самом деле, это все из-за твоих стараний, он вот так хотел научить этому, что мы, наше дело, сделать какой-то шаг, старание, потом уже Ашем посылает нам все, что нам нужно из того направления, которое мы считаем нужным, интересно сказать, что было два мальчика по имени Майша в Ишиве, и один из них, он просыпался раньше всех и будил всех основных ребят, чтобы они приходили вовремя на молитву и на учебу, а другой, Майша, он было так тяжело с продуктами в Ишиве, он ходил очень далеко по всем еврейским пекарням и собирал хлеб, который остался со вчерашнего дня и так обходил всех и привозил приносил это в Ишиву, чтобы была еда для всей Ишивы. Тот, кто, тот Майша, который будил всех на молитву и учебу, это Реб Майша Штернбух Шлита, а тот, который приходил за хлеб, это Реб Майша Райхман, Затсал, который был один из главных филантропов этого столетия, наверное. Теперь мы возвращаемся к нашему главному вопросу. Какой критерий находится же здесь, когда я делаю слишком много или нет, или недостаточно. И тут на самом деле ответ очень прост. Каждый из нас знает себя, каждый из нас знает свой потенциал, свои возможности, свою веру, свой бетохан. И каждый из нас должен решить, насколько усилий мы должны предпринимать, чтобы дать вот этот канал, чтобы дать мой потенциал, чтобы моя возможность в этот мир принести то секунду совершенства, то исправление, которое зависит от меня. В Тель-Авиве много лет назад один известный раввин приехал туда, и он проходил в отеле, и он увидел, как один человек среднего возраста, он делался ремонтом, и он кладет плитки. И этот рав подошел к этому, человеку сказал, что ты делаешь? Он говорит, я делаю ремонт, мы кладем плитки, плитки, занимаюсь строительством. Он говорит, нет, что ты делаешь, ты делаешь, занимаешься митсвой, ищу в Эре Цесрае, занимаешься заповедью, чтобы Израиль выглядел обустроенным. Ты сейчас занимаешься огромнейшей митсвой, заповедью, выполняешь потрясающую вещь. Ты делаешь так, чтобы весь, вся страна Эре Цесрае, она выглядела обустроенной. И ты приносишь, когда ты это имеешь в виду, ты, мамыш, приносишь шхину, божественное присутствие в каждую плитку. И много-много лет прошло, десятки лет, и когда этот Раф давал лекцию, то после лекции к нему подходит пожилой человек, говорит, вы помните меня? Нет. Напомните мне, пожалуйста, кто вы? Говорит, помните, много лет назад вы были в Тель-Авиве, в отеле, и там вы увидели, как я клал плитки? Он говорит, а, да, конечно. Говорит, я вам хочу сказать, с того времени я положил тысячи, десятки тысяч плиток, и в каждой плитке находится околыш бороху, находится Творец, потому что я все это делал именно с этой каваной, с этим намерением, что здесь есть присутствие Ташем. Если человек сидит в своей офисе, в своей конторе, в своей магазине, и он думает, что это здесь, он делает сейчас свой тапкет, свою функцию, свою роль, это моя миссия, чтобы Ташем дал мне возможности, что мне нужно для себя, для моей семьи, и с другой стороны, помочь другим людям, которые сюда приходят, которые, если я получаю за это заработок, и потом у меня возможность также помочь дальше, и только много людей получают какую-то пользу от этого, тогда он приносит шхину в это место, тогда находится здесь Ашем. И если человек сидит и переживает, и нервничает, и у него съедает зависть, и нервы, и ненависть на других, тогда шхины нет, он приостанавливает Геулу. Машех не может прийти из-за того, что сейчас в этом месте все еще не сделано это теку, не сделано это исправление. Возможно, из-за этого сейчас в Тель-Авиве есть много людей, которые хотят исполнять митцвот, проходится огромное количество семинаров, потому что в этих плитках, там что-то есть, здесь есть присутствие Творца, это что-то, что остается, это мы, даже если мы это не видим, это есть. так что мы сегодня научились тому, что иштадлус, вот это вот старание, наши усилия, они не просто, чтобы получить, на самом деле, мы этим даем возможность Ашему, дать нам все, что нам нужно, и всему нашему окружению, мы используем наш потенциал, мы приводим этот мир к той цели, к которой он должен прийти, и с этими каваной, с этим намерением в следующем мае каждый из нас, чтобы он преуспел в том, что он должен сделать здесь. Спасибо, счастливо.